Искусство войны Образы моделей создавались в стиле фэшн арт. Первая модель в черном латексе и кожаном плаще с клеткой на голове символизирует собой войну, которая питается энергией от бед и разрушений. Схема света. Два жестких источника стоят в нескольких метрах позади по бокам от модели в контровом свете для высвечивания одежды, волос и клетки большего отделения модели от фона. Один источник света мини-свотбокс стоит слева в паре метров от модели и светит на пол для создания еще большей глубины в кадре. Также один источник света софтбокс держит ассистент под углом сверху к модели. Это позволяет осветить модели и добиться более драматичных теней на лице. На фонце стены с расстояния 7 метров светит еще один источник с проекционной насадкой и красным стеклянным фильтром для создания большего драматизма в красных тонах. Свет попадает на железные конструкции, тем самым отбрасывает также красные полосы на пол. Мы задействовали проектор с минимальными настройками яркости, который проецирует на стену картинку с черепом, разрушениями и последствиями войны. Это сделано для придания снимкам большей сюжетности и раскрытия образа. По сути это посыл на информационную войну, транслируемую на большом экране. С данной схемой света было снято несколько кадров. Второй образ в стиле фэшн-арт «Девушка в белом» символизирует мир. Она пытается вырваться из сетей, опутавших ее, сбежать от ужаса войны. Схема света. По возможности мы старались высветить модель, отделить ее от фона стены и разрушений. Основной источник света – софтбокс, который держит ассистент в метре от модели, освещая ее. Позади модели внизу находится жесткий источник света с направленным лучом, попадая лишь на волосы модели. Также по бокам слева и справа, под углом 45 градусов, расположены два источника света, подсвечивая одежду модели, создавая контуры фигуры. Мини-сотбокс расположен слева снизу и освещает нижнюю половину модели. Это было нужно для выравнивания освещения с верхним сотбоксом. Для подсветки фона был использован проектор и для создания атмосферы. Данная серия кадров была снята с этой схемой света. Третья сцена – это непосредственное взаимодействие войны и мира. Мир пытается вырваться на свободу, а война удерживает ее, затягивает в пучину разрушений. Схема света. Опять же, один источник света с проекционной насадкой, красным стеклом, подсвечивает стену с расстояния двух метров. Второй источник света с красным фильтром подсвечивает кресло и пол. Третий источник – маленький сотбокс, расположен слева для небольшой подсветки модели. С этими тремя источниками света и было снято пару кадров образа войны, сидящей в кресле. На фон мы все так же проецируем картинку разрушений войны. Потом мы добавили еще два источника и светили им вторую модель – девушку в белом, символизирующую мир. Один источник жесткого света стоит позади модели под углом 45 градусов и с расстояния от 3 метров подсвечивает одежду, отделяя модель от фона. По противоположной стороне ассистент держит сотбокс с расстояния 1 метра, освещая модель. С такой схемой света и была снята остальная серия кадров взаимодействия девушки войны и девушки мира. Схема света не менялась, менялась лишь ракурс съемки. Во всех показанных схемах мы старались добиться эффекта максимальной кинематографической картинки. Все фотопримеры представлены с минимальной ретушью и цветокоррекцией. Спасибо за внимание. Продолжение следует...